Всем привет! Меня зовут Оля и вы на моем канале. Если вы помните, мы с вами готовимся к Новому году. И я периодически вам снимаю различные видео о том, что же мы можем сделать к Новому году. В прошлый раз мы с вами делали очень симпатичный букетик, который потом упаковывали в мешковину. Надеюсь, что вам понравилось и вы это видео уже посмотрели. Если вы еще не видели это видео, то ссылочка будет в инфобоксе под этим видео. Обязательно посмотрите. Ну и конечно же не забывайте ставить лайк. Итак, что же мы будем делать сегодня? Сегодня я хотела вам предложить сделать своими руками елочку, маленькую елочку. Потому что до Нового года еще у нас есть время. И особенно если вы ставите дома живую елку, то скорее всего вы будете ее ставить практически в канун Нового года. Ну, чтобы она не осыпалась раньше времени. А ведь так хочется уже с самого начала декабря дома создать новогоднюю атмосферу. Ну и конечно же за новогоднюю атмосферу отвечает в первую очередь елочка. Давайте с вами сделаем маленькую симпатичную елочку своими руками. Так что нам понадобится. Сегодня мы будем делать самую-самую простую елку, которую может повторить кто угодно. Даже ребеночек маленький. Если, конечно, ему будет помогать кто-то из взрослых. Потому что мы будем работать с клеевым пистолетом. То есть это горячий клей. С ним надо очень осторожно работать, потому что можно ошпариться и получить ожоги. Поэтому если с вами детки, то этим пистолетиком пусть пользуются только взрослые. А детки вам помогают. У меня есть вот такой вот готовый конус из пенопласта. Их можно купить в любых магазинах для флористов. Также в магазинах, где продаются товары для творчества. Посмотрите, походите. Я думаю, не проблема будет найти. Я буду использовать подготовленные с лета шишки. Причем шишки я выбрала такие, самые маленькие. Видите, совсем. Ну, потому что елочка маленькая у нас. Ну, и, соответственно, шишечки я выбрала маленькие. Они все были окрашены просто из баллончика серебристой краской. Если бы у нас был конус большой, или мы делали большую елку, тогда, конечно, мы могли бы с вами использовать и более большие шишки. Но у нас елочка маленькая и будет некрасиво. Поэтому используем вот такие вот малышки. И для немножечко, все-таки, не хочется делать просто из шишек елку. Как-то она бы смотрелась, мне кажется, тяжело и грубовато. Поэтому я взяла, у меня вот такие вот есть блестящие ягодки. Это искусственные ягодки на проволочке. И для того, чтобы сделать, немножечко украсить эту нашу елочку. Если у вас таких ягодок нету, не пугайтесь. Вы можете дома найти какие-то просто большие шарики, бусины бывают больших размеров. Посмотрите, здесь вам много не надо, буквально с десяток возьмите. Я думаю, что здесь не проблема, вы найдете что-нибудь похожее. Я предлагаю начинать. Ну и, как всегда, напоминаю, ставьте мне лайк в благодарность за это видео, для того, чтобы я продолжала для вас и дальше снимать на новогоднюю тематику. А мы с вами будем делать елочку. Здесь у нас будет все предельно просто. Мы будем, благодаря нашему горячему клею, просто приклеивать на эту основу все наши шишечки и бусинки. Все просто. Вот у меня вот эти вот шарики, они на такой проволочке. Мне, ну, легко будет протыкать. Капельку клея, вот можете прямо на бусинку. И просто вы ее приклеиваете к верхушке, я же ее, видите, протыкаю. И потом, оп, и потом приклеиваю. Когда мы приклеиваем, обязательно крепко-крепко прижимайте. Это важно для того, чтобы у нас потом ничего не отвалилось. Вот, подержали. Клей у нас засох. И бусина уже наша никуда не отвалится. Начинаем мы именно с декора, потому что таким образом нам будет легче потом подбирать шишечки и просто уже все остальное задекорировать шишечками. Поэтому сейчас в разных абсолютно местах я буду приклеивать вот эти бусины. Смотрите. Вот уже готова наша основа с бусинами. Точнее, у меня это ягодки яркие. У вас это, возможно, бусинки, либо стеклянные шарики, которые мы проклеиваем. Сейчас чуть-чуть еще два последних я придержу, чтобы они покрепче схватились. Первую часть мы с вами уже сделали, как вы видите, достаточно быстро. И сейчас нам осталось только украсить все это шишечками. Опять же, используем клеевой пистолет и наши заготовленные шишечки. Когда вы будете декорировать нашу елочку шишечками, следуйте такому правилу. Самые большие внизу, средние в серединке, маленькие сверху. Потому что если вы сейчас... Ну, сами подумайте, как оно бы смотрится, если вы, например, сюда большие поставите, а сюда вот эти маленькие. Ну, во-первых, она станет из такой треугольной формы, у вас станет просто, ну, такой вот нормальный прямоугольник, а не елка. То есть это уже будет похоже больше на украшенный ствол дерева, а не на красивую и необычную рождественскую елочку. Вот, надеюсь, идея ясна. Теперь опять берем пистолет, подбираем необходимые нам шишечки. Начну я снизу, то есть там, где у нас стоит елочка. И аккуратненько, по кругу, постепенно поднимаясь до самого верха, я сейчас буду приклеивать шишечки. Можете клей сразу же наносить на основу. Возможно, вам так будет здесь легче. Нанесли. И, например, сразу несколько и приложили. Сразу выбрали несколько шишечек. Оп. И оп. И прижали. Ждем, когда застынет. Здесь единственное, что у нас долго, это вот так вот надо подождать, пока клей хорошо схватится и застынет. Так, первый ряд у нас готов. Сейчас его плотненько прижмем еще. Дождемся, когда у нас хорошенечко высохнет клей. Если у нас такие есть паутинки от клея, их сразу же удаляем, чтобы работа у нас была аккуратная. Проверяем, чтобы шишечки на первом ряду легли так, чтобы не мешало этой елочке нашей стоять. Чтобы елочка наша была устойчивая. Вот здесь еще не высох клей. Я сейчас еще чуть-чуть подержу. И в дальнейшем точно так же до самого верха продолжаем декорировать шишечками. Ну что, все, я закончила. Все, как вы видите, обклеила. Вот, посмотрите. Вот такая у нас с вами получилась маленькая симпатичная елочка. Как вы видите, здесь ничего сложного нет. Самое главное, просто аккуратненько все заклеить с помощью горячего пистолета. Точнее, горячего клея. Все. Сейчас я просто вот тут аккуратненько убираю всю паутинку. Потому что вот эта паутинка от клея, ну, как по мне, она вызывает, знаете, визуально это выглядит, как будто работа недоброкачественно сделана. То есть я считаю, что это надо сразу убирать. Сейчас вот я переберу. Все уже у нас хорошо проклеилось. Клей везде. Вот, что я сейчас провожу, чувствую, высох. Так. Вроде бы нигде ничего не отстает. Вот еще паутинка. Обязательно всегда смотрите свою работу, перепроверяйте. Здесь самое главное нам было заклеить все так, шишечками заполнить, чтобы не осталось белых дырочек, чтобы наша пенопластовая вот эта вот основа не была видна. И вот у нас маленькая такая елочка готова. В принципе, ее можно оставить и так, либо вы можете украсить ее какой-нибудь ленточкой. Ну, а мне хочется еще, знаете, какого-то блеска, что ли. И я решила, вот у меня есть такие блесточки на ленточке. Они легко разрезаются. Я вот их сейчас хочу разрезать такие на 4. Ну, получается как бы по 4 блесточки на части, да? Может по 4, сейчас посмотрю, может больше. Можно даже больше сделать. И вот так вот в разнобой сейчас с помощью клея я тоже хочу в разных местах чуть-чуть засунуть вот эти вот блесточки. Они могут чуть-чуть выпирать наружу. Я не вижу в этом ничего страшного. Прямо внутрь капаю капельку клея и просовываю туда вот эти наши блесточки. И клей сейчас, когда схватится, он у нас закрепит их внутри. И они не оторвутся. Просто прикладываете, да, и смотрите, куда бы подошли эти бусинки такие. Можно, конечно, это не делать. Это, опять же, на ваш вкус. Вот мне как-то я прямо их, ну, почему-то вижу здесь. Мне вот их не хватает. Обязательно, помните, паутинку убираем. Так, смотрите, доклеили чуть-чуть еще вот этой вот блестящей ленточки. Для чего я это сделала? Чтобы все-таки в елочке были еще какие-то светлые такие элементы, которые будут немножечко поблескивать и создавать нам праздничную атмосферу. Вот, знаете, единственное, что вот я сейчас смотрю, вроде бы все мне нравится. Мне почему-то не нравится верхушка. Мне она кажется очень маленькая. Я думаю, что сюда надо придумать что-то, чтобы сделать ее чуть более остренькую и длинненькую. Поэтому сейчас я что-нибудь придумаю. Смотрите, что я нашла. Была такая вот на палочке звездочка. В принципе, вы можете не искать. Я думаю, что просто как-то надо повыше эту бусинку ставить, либо вообще тогда не ставить наверх бусинку, а делать шишечками этот уголок. Видите, я ошиблась, что оставила. И у меня получилась такая, как срезанная верхушечка. Мне это не нравится. Я сейчас аккуратненько отрежу вот эту палочку. И сейчас вот таким вот способом я просто ее сюда приклею. Я думаю, она как раз нам замечательно здесь подойдет. Прямо вот так вот наверх мы берем клей и насаживаем нашу звездочку. Сейчас у нас клей схватится. И у нас получилась елка с огромной-преогромной рождественской звездой. Надеюсь, вам понравилось. У меня садится батарея, поэтому буду заканчивать. Если у вас остались вопросы, пишите в комментарии. Я обязательно отвечу на них. Если вам это понравилось, елочка, этот мастер-класс, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, потому что я вам в ближайшее время покажу еще пару елочек, которые мы можем с вами сделать вместе у себя дома или на работе. На сегодня я буду прощаться. И до встречи в новых видео. Все, пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!